здравствуйте мои дорогие снова рада видеть вас на своем канале ну что девчоночки сегодня новый урок поехали а вы уже подписались на мой канал потому что вчера мы делали на мне коррекцию с поднятием вниз растущих ногтей и я объясняла схему опила миндаля видели напишите в плюсик в комментариях сегодня же мы на моей руке будем рисовать девочку этот дизайн вы у меня очень просили долго ждали наконец-то у меня дошли руки до монтажа и я для вас его смонтировала и так для того чтобы сегодня рисовать мы покрываем ноготочки белым цветом белый цвет у меня от blue sky он довольно таки густенький никуда не течет не затекает не растекается при этом является базой для растекания вы все об этом знаете именно на этом цвете мы будем рисовать дальнейший дизайн сегодня мы с вами нарисуем дизайн на большом пальчике остальные пальчики с бабочками сделаем завтра в следующем уроке и так как обычно в два слоя покрываем основу доводим тоненькой кисточкой к кутикуле и боковым валиком далее зашлифовываем ноготочек бафиком после того как он у нас хорошенечко просох и будем при помощи карандаша создавать для себя набросок в качестве наброска мне необходимо просто нарисовать будущий овал лица своей девочки просто для того чтобы ориентироваться по размерам где что у меня будет находиться но и в принципе черты лица человека мы с вами уже обсуждали обсуждали мы его на марафоне когда рисовали пеппи кто смотрел марафон кто помнит как рисовать человеческое лицо мы же тем временем набрасываем для себя основные моменты у меня будет овал лица вместо глаз у меня будет бабочка и потом будет носик ротик далее при помощи черной красочки начинаю уже наводить контуру своему рисунку сначала я навожу контуры подсушивая их потом буду создавать светотени светотени я буду создавать при помощи этой же черной краски, смешанной с финишным покрытием. Именно финишное покрытие добавляет вот такую вот полупрозрачную консистенцию моему материалу, благодаря которому он очень хорошо растушевывается, им приятно работать и имеет вот такой вот полупрозрачный дымный оттенок, который создает тени на лице моей будущей девушки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее я смешиваю более темный цвет полупрозрачный, то есть добавляю чуть больше красочки в мой оттеночек и более темным цветом начинаю закладывать черты лица, носик, губки и прокладываю еще дополнительные тени. Самое главное в рисовании в данной технике это хорошо внимательно растушевывать материал. Для этого я беру более толстую кисточку, потому что тонкой кисточкой тушевать неудобно, она не тянет материал так, как мне необходимо. Более толстой кисточкой я начинаю растушевывать и вытирать материал оттуда, где мне нет необходимости, чтобы он находился. То есть я оставляю теневые части, а те места, которые должны быть светлые, вымываю от материала. И таким образом, то добавляя тени, то размывая тени, я создаю объемы, которые мне кажется должны быть на этом лице. Это лицо я придумала в голове, то есть я его не срисовываю с картинки, поэтому мне нет необходимости стремиться к какой-то портретной схожести. У меня нет никакого портрета, к которому бы я стремилась, поэтому черты лица у этой девочки могут быть совершенно любыми. И вот так вот, наслаивая потихонечку полупрозрачные слоя, где-то добавляя немножечко более плотной красочки, где-то размывая в совершенно белый оттенок, я создаю объемность всему происходящему. Эта техника называется техника лисировки, то есть наслоения друг на друга полупрозрачных оттенков для получения плотной композиции. Ну и в принципе ничего сложного, вы наслаиваете, вытираете, если вам нужно, добавляете, если вам кажется мало, ровно до тех пор, пока вам не нравится то, что у вас получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Бабочка в данном случае у нас будет цветная, поэтому закрашиваю ее при помощи красного оттенка, и потом опять же в технике лисировки, то есть полупрозрачными тонами буду наслаивать на нее более светлые и темные участки. Благодаря этим светлым и темным участкам моя бабочка получится довольно-таки объемной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...